Возможно, что в нашем городе появится скоростной трамвай. Нужен, но это, по-моему, невыполнимо, потому что проект не доработали, а вообще-то нужно. Все вагоны надо менять. Это старые вагоны, уже лет по 30. Мне кажется, лучший трамвай новый, потому что старые, они уже гремят, и как будто ты едешь, и он сейчас развалится. Вот у нас девятка, это трагедия. Пыль, кондуктор как там находится целый день, невозможно. Верите в то, что он вообще появится, или это скорее легенда? Ну, я знаю, что я не дотяну до этого. Доживем, не доживем, увидим, не увидим, прокатимся, а может и нет. Разговоры о саратовском скоростном трамвае ведутся уже 50 лет. И стали для многих городоначальников, если не идеи фикс, то определенно притчей во языцах. Дошла очередь в апреле этого года и до Михаила Исаева, который на одном из высоких совещаний пообещал, что на этот раз саратовская трамвайная история увенчается успехом. Если, конечно, помимо выделенных 80 миллионов рублей на проектирование, найдутся еще 3 миллиарда. Такова общая стоимость основного трамвайного маршрута номер 3. Ведь для того, чтобы вернуть саратовским трамваям разваливающийся и грохочущий сегодня на всю округу авторитет, необходимо поменять все остановочные терминалы, дорожные пути и трамвайные составы. Проект дорогостоящий, но без приличного общественного транспорта, считают заведующие кафедрой архитектуры СГТУ Сергей Дятченко, саратов из пробок не выберется. Не случайно уже несколько десятилетий обсуждаются разные варианты скоростного городского транспорта от монорельсового трамвая до подземки. В конце 90-х мы выступили с концепцией надземки, так называемой. Смысл такой, что если мы знаем висячие мосты, это две опоры, на которых находится, собственно, канат несущий, а к нему на подвесах подвешивается дорожное строение таковое. Но вот он не имел достаточной жесткости, поскольку его мотало ветром и была масса аварий. А Добролюбский предложил сделать еще напрягающий трос, который располагался снизу, обеспечивал необходимую жесткость. Эту идею мы более-менее продвигали, много показали, но руководство сказал, у нас нет 2 миллиарда долларов, чтобы реализовать. И уже в 2013 году Федотов предложил скоростный транспорт, который в части своей пойдет над землей, в части традиционно. По мнению экспертов, скоростной трамвай – лучшее средство от пробок. Федотов – это транспорт, способный курсировать частично по земле, частично над нею, в небольшой мере под землей в туннелях, неглубокого пролегания. Получается практически автономный маршрут следования, совершенно независимый от окружающего транспортного потока. В Саратове вновь ускорится не только третий маршрут. Помчаться по рельсам предстоит также девятому и одиннадцатому трамваям. Не останутся в стороне восьмерка и десятка. Именно выделенные участки пути, рассказала нам по телефону Надежда Шитова, делают трамваи скоростными. На самом деле это вот та существующая часть трамвайной маршрутной сети, которая подлежит реконструкции самым, ну, наиболее простым образом. Для того, чтобы улучшить положение на этом участке, ну, необходимо произвести там ряд определенных действий для того, чтобы увеличить скорость этого движения. Если транспорт считается скоростным, то у него скорость должна быть 24 километра в час. У нас по расчетам получалось до 28 километров в час. Скоростная часть третьего маршрута – это изолированный путь от Шестой дачной до Детского парка. Его протяженность – около 20 километров. Какие именно вагоны будут курсировать в Саратове, пока неизвестно. В начале июля глава областного Минтранса Николай Чуриков обсудил возможность участия в проекте ПК «Транспортные системы» с президентом компании Феликсом Винокуром. На выставке в Екатеринбурге предприятие презентовало новый трамвай «Богатырь-М». Сегодня в региональном Минтрансе говорят, что речь о выборе техники для проекта не шла. Николай Чуриков просто знакомился с продукцией предприятия. В числе называвшихся также вариантов – вагоны «Штадлер», которые сейчас ходят в Санкт-Петербурге, а также вагоны «Витязь», которые курсируют в Москве. Определенно рассуждают чиновники лишь о начале проектных работ, которые усилиями питерских специалистов должны завершиться к октябрю. Лишь тогда можно будет говорить о стоимости основного маршрута, объяснил зампред Городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов, перечисляя громадье предстоящих дел. Некоторые перекрестки будут закрываться от автомобильных проездов, потому что 50 лет октября у нас есть и нижняя дорога на всем протяжении, практически до третьей дачной она дублирует, это малая дорога. 50 лет октября, если это будет не через каждые 100 метров перекрестки, а будет через 300, когда можно будет выехать автомобилем, от этого ничто не усугубится, наоборот, я думаю, уполномерит выезд автомобильного транспорта. Меняется контактная сеть полностью, потому что она уже устаревшая. Мы меняем все питающие подстанции, полностью замена идет. Мы делаем реконструкцию депо и впоследствии еще покупка, естественно, подвижного самого состава. Но очередная волна трамвайного энтузиазма не смогла скрыть вопросы, возникающие у депутатов, общественников и горожан. К примеру, будет ли ходить третий трамвай во время реконструкции, и что будет происходить по утрам на отрезке от третьей дачной до сенного, когда горожане спешат на работу. К тому же депутат городской думы Виктор Марков считает, что скоростной трамвай не приспособлен для езды по центру города с большим количеством поворотов, светофоров и перекрестков. У нас тут происходит некая подмена понятий. И мы хотим скоростной трамвай пустить по существующему сегодня третьему, практически третьему маршруту. Тот, кто, наверное, сядет на остановки конечной и доедет до конечной, или до одной из остановок по пути, значит, он сэкономит 5-10 минут. Что мы получаем в минусе? Мы получаем в минусе то, что привычные остановки для некоторых станут сюрпризом, то есть они их не получат. Им нужно будет дольше идти пешком до остановок, которых априори уменьшится количество. Далее он подходит у нас к сеному. И вот тут две версии я слышал. Первое, что мы делаем, кольцо будет в районе детского парка. И вторая версия, мы по советской все-таки пробираемся в мирный переулок. Там бизнес-центры, магазины, школы, банки, которые тут же не выселить и не обнести же забором каким-то высоким, чтобы никто не мешал движению, да, вот в этом вот узком капкане не приспособлены скоростные трамваи для езды по городу, по городским улицам с таким количеством, значит, поворотов, светофоров, перекрестков и так далее. Не секрет также, что сегодня десятки автобусных маршрутов дублируют трамвай номер 3. При строительстве скоростного пути многие пассажиры перейдут из автобусов на электротранспорт, уверены чиновники. А значит, будут упразднены дублирующие маршруты. Все эти изменения отражены в новой транспортной схеме города, которая уже второй год доделывается и переделывается специалистами всех уровней. После последней зимней презентации от столичной корпорации «Строинвестпроект» работа стоимостью 42 миллиона рублей проходит очередную экспертизу, на этот раз в Питере. На Саратовскую транспортную революцию, считают спецы из центра, понадобится от 8,5 до 136 миллиардов рублей. Деньги по нашим региональным меркам нереальные. Так стоило ли платить 42 миллиона за проект, если цена вопроса непомерно велика? Вопрос, конечно, актуальный. Но сегодня важнее узнать, когда транспортная схема Саратова наконец-то заработает. Городские чиновники заверили, что случится это в сентябре. А вслед за ней уже в октябре подоспеет и проект скоростного трамвая. Что ж, как водится, подождем и по осени посчитаем.